Чувашия перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. Соответствующий указ подписал Олег Николаев. С сегодняшнего дня возобновляется работа непродовольственных магазинов торговой площадью до 800 квадратных метров. Открываются автошколы, имеющие лицензию. Местные санаторно-курортные организации могут заняться реабилитацией пациентов, перенесших ковид-19. И еще одно из важных решений. Медицинские организации постепенно возвращаются к плановой работе. В первую очередь будет проведено перепрофилирование работы наших больниц. И основное внимание, которое сегодня начинает снова оказываться жителям республики, это внимание к диспансеризации, это внимание к плановым операциям. Это сегодня возобновление планового, хорошего лечения для всех больных, у которых есть хронические заболевания, у которых сегодня обязательно должны находиться под наблюдением медиков. Это очень важный момент. И вот глава основной направления, который в том числе для нас определил, это развитие реабилитации. Мы с вами знаем о том, что Чувашская республика обладает колоссальным потенциалом по нашим санаторно-курортным комплексам, по профилакториям, чья специализация именно помогать восстанавливаться после коронавирусной болезни. И это первые пациенты, которые туда поступят по направлению медиков. Второе – это внимание к тем, у кого в этом году могли обостриться хронические заболевания. Коронавирус очень часто осложняется пневмонией, и последствия могут еще долго напоминать о себе. Поэтому реабилитация необходима пациентам, которые перенесли болезнь в сложной форме. Первоочередное внимание уделяется тем, у кого есть сопутствующие хронические заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистые болезни. На этой неделе заработают дневные реабилитационные стационары в санаториях Чувашия, курорт и Надежда. Все условия для этого там есть. У нас прекрасная водогрязелечебница, где есть все необходимые факторы для того, чтобы восстанавливать больных. Это и физиотерапевтическая аппаратура, и барокамера, кислородная, инновационная нового поколения. После нее уже сейчас наши пациенты отмечают очень хороший эффект. И занятия лечебной физкультурой. У нас специально подготовлены инструкторы, прекрасный зал со всем необходимым. Это и при необходимости ингаляции. У нас ингалятория есть. И, конечно же, это соляная шахта, которую мы используем также для восстановления больных, перенесших коронавирусную инфекцию, перенесших пневмонию. Кроме того, у нас есть сухие углекислые ванны. Кстати, мы очень широко применяем при реабилитации заболеваний сердечно-сосудистой системы. У нас есть радоновые ванны. Для организации в санаториях 10- и 14-дневного реабилитационного курса здравницы должны получить лицензию в течение 10 дней.